Ох, как давно на моём канале не было этого фанфика. Почти что вечность. Но всё-таки я решилась его выпустить, и вот что из этого вышло. Жизнь дана такая. Третья часть. Новая семья. На острове Олух располагалась небольшая деревня. Этой деревней правил мудрый и сильный вождь. Стойк обширный. Беда была в том, что стойка была одинок. Семь лет назад он встретил девушку по имени Валка. Они полюбили друг друга. Через месяца два они поженились. А через год у них появился сын. Они были самой счастливой семьёй на Олухе. Но этому счастью пришёл конец. Одной ночью на Олух вновь напали драконы. Они сожгли дома, унесли скот и убили Валку. Через пять месяцев сын заболез страшной болезнью. И вскоре он умер. С тех пор прошло пять лет. Стойк сильно скучает по Валке и сыну. Но в один прекрасный день Всемогущий Тор сделал подарок великому вождю. Этот день ничем не отличался от других дней. Стойк вновь задумал сходить на охоту. И взяв своего друга, отправился туда. Через полтора часа у них был хороший улов. Но когда они начали возвращаться обратно, то Стойк услышал странные звуки за кустами. Он попросил Плеваку помолчать, но звуки всё не прекращались. И Стойк решил посмотреть, что там находится. Он взял свой меч и пошёл на звуки. И оказалось, то что там спал маленький мальчик. Мальчик лет пяти. У него были тёмные волосы, карие глаза. Сам он был грязноватым, а одежда простая. Стойк решил, что мальчик заблудился в лесу. И вождь забрал мальчика до тех пор, пока не найдутся его родители. Но никто не признавал, что это их дитя. Тогда Стойк усыновил мальчика. Икинг Карасик Третий. Единственный сын Стойка Обширного. И наследник острова Олух. Конец третьей части. Твою ж налево. Я не думаю, что это настолько всё плохо. Чтоб вы понимали, я это писала два года назад. И мне просто это выкладывать как-то сейчас не очень. И мне придётся делать выбор. Либо его переписывать, либо выкладывать то, что я сделала. А я сделала до одной части. До, по-моему, шестой части. И всё. Я там помню, что я там хотела сделать и тому подобное. Но всё-таки... Вам решать, дальше пропускать это всё или нет. А, так, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. И в следующий раз я попытаюсь что-то с персонажами сделать. Из той вселенной, которую как раз-таки скоро им буду выпускать. И в следующий раз я буду выпускать.